Историю установки памятника Максиму Горькому знает далеко не каждый нижегородец, а она интересна. После смерти писателя в 1936 году руководство страны принимает решение увековечить его память скульптуры в его родном городе, который уже тогда носил имя великого прозаика и драматурга. До войны место было выбрано на откосе площади Минина. Отсюда и решение скульптора Веры Мухиной в создании образа. Полуразвернутая фигура, взгляд, устремленный вдаль, и развивающийся плащ. Однако трагическая гибель летчика Валерия Чкалова все изменила. Статуи Горького искали новое место более десятка лет, пока 2 ноября 1952 года ее не установили в одноименном сквере писателя в центре города. И вот с тех пор прошло 65 лет. В честь скорого празднования 150-летия со дня рождения знаменитого нижегородца памятник решено было отреставрировать. Особая сложность была с определением изначального цвета фигуры. Нужный окрас был определен не сразу. Тот цвет, который мы видим сегодня, явился для мастеров достаточно большой неожиданностью в процессе очистки от окислов. Но когда мы подняли проектные записи первоначальные, то обнаружили, что он такого шоколадно-бронзово-золотистого цвета и был изначально. Просто мы уже привыкли в последние годы видеть его таким зеленым, прям темно-темно-сером. И вот сейчас так получилось, что в преддверии 150-летия Горького, который будет 28 марта будущего года к Дню Народного Единства, наши реставраторы завершили работы. Прекращение разрушений памятника – такова главная цель проводимых работ. Теперь вода не будет поступать вовнутрь статуи через соединительные швы. Также решена проблема и с пустотами в основании гранитной плиты. Их заполнили специальным гидроизоляционным составом. Этого должно хватить на 20 лет без реставрации. Временно исполняющий обязанности губернатор региона Глеб Никитин лично принимает завершение восстановления памятника. Реализация именно наших предложений позволила на самом деле не просто восстановить памятник, а в принципе его сохранить. Скульптура была запатинирована и покрыта воском. Единственное, что сейчас мы видим, что памятник немножко блестит. Воск, он как бы впитывается в течение трех месяцев. То есть, в принципе, цвет, который будет уже окончательным, мы увидим где-то только в апреле, в мае. Это все зависит просто от воска. Поэтому трогать постамент пока не нужно. Останутся следы. Реставрация памятника всего лишь первый шаг к новому облику площади Горького. Создание персональных парковочных мест на пересечении с Большой Покровской, продление пешеходного пространства, озеленение самого сквера, установка фонтана. Горожане и гости Нижнего Новгорода высказывают свои предпочтения. Замечательно, что в центре города есть такой действительно у нас этот парк, куда мы можем прийти отдохнуть. Асфальт получше, скажем так, да, и больше, наверное, деревьев. Именно не по периметру, а еще среди вот этих вот сквериков между фонарями. Лавочки хорошие, освещение было бы отличное, деревья уже вот новые посадили, все уже это старье, уже это. И чтобы прям аллея красивая была и горький светился. Основная идея – это обратиться к истории этого места. Здесь всегда был очень красивый сквер с уникальным розарием. Люди приходили сюда сидеть на скамейках, это было знаковое место. Сейчас она немножко утратила свою популярность. Вот основные решения – это обеспечить пешеходную доступность, сделать чуть более комфортные и проезды вокруг, и добавить новые пешеходные переходы, чтобы это место снова стало популярным. Работы по благоустройству площади Горького начнутся уже в следующем году. Обновленный Алексей Максимович свысока будет пристально следить за их выполнением. Тимур Хакимов, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова